здравствуйте с вами снова александр и сегодня я хочу вам рассказать о новинке детского автокресла от компании joy вообще сам бренд joy он так знаете хорошо хорошо себя показал делает хороший качественный продукт и они сделали реально такое уникальное кресло которое совмещает в себе все четыре к категории это 0 1 2 3 то бишь с рождения до 36 килограмм веса ребенка вы сможете возить этом кресле модель называется joy every stage fx так что с вами сегодня его изучим более детально собственно вот это кресло можете посмотреть как оно выглядит выглядит она так что внушает доверие очень мощная конструкция так как она предназначена еще и для новорожденного ребенка давайте мы с вами начнем изучать именно с этого варианта использования крестом для этого нужно будет нам это кресло развернуть против хода движения что для этого нужно будет сделать так для того чтобы развернуть соответственно мы просто его разворачиваем наклоняем поворачиваем вот таким образом и в этом положении против хода движения мы возьмем ребенка до 9 килограмм в среднем до 9 месяцев это обязательное условие запомните это как как вот по-любому так нужно делать и все это безопасность первую очередь ребенка потому что лобовые дтп до 9 месяцев ребенок не выдержит его шейный позвоночник еще не окрепли поэтому только так и никак иначе и в этом положении здесь есть два два положения ход у них совершенно небольшой поэтому я уверен что будет использоваться на максимальном наклоне вот собственно вот так это выглядит кресло имеет систему крепления и ремнем и зафиксом когда используется вариант для новорожденного ребенка мы крепим только ремнем для этого нужно нижнюю часть ремня пропустить вот здесь под ребеночком и под вкладышами специальными для новорожденного ребенка вот так пропускаем верхнюю часть ремня пропускаем специальных направляющих сверху вот здесь есть специальные заглушки крепежи точнее говоря с обратной стороны соответственно защелкиваем после чего нам нужно провести одну манипуляцию обязательно это натянуть весь ремень просто хорошенько хорошенько натягиваем после чего закрепляем вот этот натяжитель ремня соответственно кресло у нас теперь очень мощно прикреплено очень надежно она закреплена и снизу и сверху так давайте теперь посмотрим на внутренности кресла как крепится крепится мы уже увидели теперь давайте посмотрим что у нас в самом кресле есть для совсем маленького пассажира какие удобства здесь его ждут так развернем кресло вперед чтобы вам было видно вообще в этом кресле очень продуманная система внутренних вкладышей она реально идеально на мой взгляд вот они сами все полностью вкладыши пока мы возим новорожденного ребенка мы используем все вкладыши стопроцентно нижний нужен для того чтобы спинка ребенка новорожденного не была прогнута сильно прогнута и соответственно нижний вкладыш обязательно до 9 месяцев советую вам его использовать любом случае подрастает ребенок разворачиваете кресло лицом вперед и до 18 килограмм где-то трех лет уже нижний вкладыш вам точно не понадобится его можно достать отсюда вот он видите использовать только вот этот мягкий вкладыш он придаст более четкую фиксацию ребенку до 18 килограмм сделать посадку более мягкой комфортной тоже все это вот так вот выглядит по моему грамотная задумка в подголовнике четче голова фиксируется с этим вкладышем короче говоря он используется до 18 килограмм приблизительно после чего он тоже убирается и мы видим насколько просторно эта модель для подрастающего уже подростка она вместительная кстати ребенок до 18 килограмм крепится пятиточечными ремнями мягкие накладки здесь естественно на плечевой зоне с обратной стороны специальный не скользящий материал чтобы ребенок при не дай бог дтп не проскользнул него ремень и четко фиксировался также мягкая накладка на паховую зону ребенка тоже есть ребенок подрастает до 18 килограмм это приблизительно метр роста ребенка будет ремни отсюда демонтируется ребенок крепится уже взрослым ремнем автомобильным как мы себя крепим взрослые люди соответственно ребенок крепится точно так же ремень пропускается специальным направляющим подголовники за этим строго следите это нужно делать потому что если вы неправильно пристегнете ремень может попасть в аварии на ребенку на горло соответственно это очень очень плохо вот обязательно здесь он здесь специально красного цвета проводить нужно здесь вот что интересного здесь для подросшего ребенка во первых что удобно ремень здесь регулируется вместе с подголовником они отдельно нужно разбирать это очень очень удобно и экономит наше и ваше время чтобы регулировать по высоте вот хочу сразу заметить когда мы регулируем по высоте уже для совсем подросших подростков детей она параллельно с ростом вверх подголовника расширяется еще и в ширину очень круто соответственно не думайте что здесь так должно быть здесь продумано все в этом кресле вот эта вещь она разворачивается и закрывает полностью удлиняете вот эту часть и закрывает полностью спинку тоже мягенько приятно кстати насчет материалов материал очень приятный тактильно и летом не будет днем особо потеть ребенок не только благодаря материал но еще тому что здесь в боковые части все они с вентиляционными каналами то бишь и воздух циркулирует по самому креслу и ребенок будет меньше потеть вот так давайте теперь посмотрим на то как это кресло крепится для более подросшего ребенка что нам для этого нужно у вас здесь два варианта крепления даже три если вдруг у вас нет изофикса в автомобиле вы можете прикрепить это кресло ремнем обычным ремнем это все вот стандартная схема здесь используется здесь ремень просто просовывается внутрь просовывается внутрь высовывается с обратной стороны защелкивается нижняя часть у нас обязательно вот здесь и специальная выемка верхняя часть идет через специальный зажим это своего рода тоже натяжитель для меня что дает очень жесткой фиксации даже без изофикса после того как вы прикрепили обязательно нужно хорошо хорошо натянуть чтобы кресло у вас стояла как вкопанное поэтому за этим следите обязательно так принципе можно и даже если вы на изофик ставите использовать и ремень тоже если вам так спокойненько что будет так давайте посмотрим теперь на крепление его изофикса что для этого нам нужен давайте опущу вниз так сразу обращу внимание есть система якорного ремня если вас в автомобиле есть изофикс то у вас наверняка есть и якорный ремень соответственно когда вы крепите на изофикс если седан за подголовником обычный крючок если хэтчбэк и там универсалы такие кузова то на спинке сиденья тоже есть металлический крючок за который и нужно будет крепить вот этот крючок после чего натянуть это нужно чтобы кресло не клюнуло носом при лобовых дтп это очень важный момент поэтому не пренебрегайте используйте так выдвигаем изофикс соответственно защелкиваем кресло по глубине тоже регулируется здесь спереди есть для этого специальная ручка вот вы видите если мы хотим больше наклонить чтобы не упиралась в сидение автомобильное можно отодвинуть у нас для крепления ребенка но для наклона ребенка есть четыре положения вот это максимально лежачие положение сейчас принципе достаточно неплохой угол наклона бывает конечно чуть больше наклон но она универсальная а универсальные модели всегда немножечко чуть-чуть по наклону уступая частенько не всегда но часто поэтому у закрепили на изофикс закинули якорный ремень натянули и кресло у нас хорошо стоит как я уже говорю можно продублировать все это ремнем если он так спокойнее так про безопасность я вам уже сказал что это кресло получила европейский сертификат прошла все обязательные краш-тесты ему то бишь можно смело доверять и это кресло хорошо начинено всякими системами безопасности здесь есть даже такая система как она называется grand surround safety отодвигаем ее со стороны окна салона не обязательно это делать и при боковом не дай бог дтп эта система гасит энергию дара в первую очередь а потом только переходит на само сидение поэтому тоже пользуйтесь обязательно вот в принципе по креслу я вам все что хотел рассказать рассказал двух словах подведу итоги это воплощение на мой взгляд универсальности того случая когда в один раз покупаете кресло с рождения вплоть там до десяти лет вы пользуетесь одним креслом кресло очень удобно и безопасно и имеет все возможные крепления которые только есть то бишь у вас нет ограничения по автомобилю вы в любой поставите захотите на переднее сиденье поставить обычно там нет изофикса пожалуйста пользуйтесь ремнем на изофикс пожалуйста изофикс поэтому как вариант стоит обратить на него внимание мне лично она очень понравилась качественно очень сделано добротный вариант вообще джой молодцы делают хорошо все у них во всех товарах вот без претензий все здорово вот так что смотрите выбирайте читайте вам единственное могу пожелать только правильного выбора и заключение большое спасибо миру автокресел магазину за то что предоставили ее для нашего сегодняшнего обзора а вам если это видео было полезно интересно ставьте пожалуйста лайки не интересно ставьте дизлайки подписывайтесь на канал ну и собственно удачи вам всего доброго